Есть такой новый раздел в науке, не просто генетика, а эпигенетика, наука о том, что генетически мы запоминаем не только информацию, которая была у наших предков, причем эта информация запоминалась зеркальными нейронами не только в момент зачатия, но и сколько мы жили с этими людьми, то есть сколько мы были рядом или они были рядом, столько эта информация в нас записывается. А эпигенетика это наука о том, как внутри нас записываются чувства других людей, чья-то любовь, чья-то ненависть, чье-то горе. И когда у нас хорошее отношение с мамой, то мы от этих тяжелых чувств, она нас отрезает, а дает возможность взять только любовь, то есть соединяться только с любовью. А теперь смотрите, мы с вами живем в мире, когда мы очень сильно быстро меняемся, новые навыки, новые знания. Мы с вами, я не знаю, как вы, но не то, что с трудом, но мы стараемся успевать, правда? Наши родители, это другое поколение, их мозг не работает на альфа-ритмах, им не так просто все запоминать, усваивать, как миллениалам, которые, ну там, 35-40, ну максимум 40 лет. Ну, я, знаете как, я отношусь, наверное, посрединке, то есть я еще и не ваши родители, но и не поколение миллениалов. Но их способность запоминать информацию, ну резко ниже. Я не про способности хочу рассказать, а про то, что мы с вами болеем одной очень плохой болезнью, которую в Библии просили, ну знаете, не делать, считалось таким грехом, не уважаем родителей. Ну что я там уважать? Она, ну, она 20 раз на день звонит и не может никак по Вайберу отправить мне сообщение. Я ей говорю, сделай скрин, и пришли на Вайбер. Вкусно. Моей уже нет живых, мне трудно, у меня максимум сестра 60-летняя, которая на как раз мою просьбу, пришли скрин на Вайбер, Наталья говорит, не ругайся, тут дети. Мы не уважаем наших родителей. Сегодня у меня тема мама. Когда мы не уважаем маму, то есть не считаем маму выше, чем я, что с нами происходит? Мы становимся большими, а она маленькая. Согласны? Знаете, мне не довелось. Мою маму, как и меня, невозможно было ни в чем опустить. То есть сколько я не пыталась свою маму презирать в своей зрелой уже жизни, не так она одевалась, не так она говорила, стеснялась я свою маму, потому что мне очень нравилась, например, моя свекровь, ухоженная, с красиво покрашенными волосами, с маникюром. И моя мама, у нее были седые волосы, хвостик, и ногти она просто обрезала. И чем старше она становилась, тем меньше она следила за собой, и я стеснялась свою маму. Но вот не уважать ее я никак не могла. То есть там внутри она всегда оставалась моей мамой. Она не становилась моей дочкой. Я понятна? Она чего-то не знала, чего-то не умела, но она умела быть мамой. Но это не всем дано. Я не знаю, потому что она была моя еврейская мама, или это был личный опыт моей матери. Но если мы стараемся наших родителей не уважать, я нормально, что я говорю слово «стараемся». Если мы это практикуем, то в какой-то момент или мы перестанем с ними общаться, или они сдадутся. Потому что реально есть очень много того, что мы можем им сегодня давать, что мы знаем, а они не знают, что мы умеем, а они не умеют. И у нас появляется такое подростковое высокомерие. Ой, ну я тебя умоляю. Мама, ну хватит. Мама говорит, ну кто так одевается? Ну кто так, ну кто так, ну трудно сказать. Мама такое вряд ли, она скажет, правильно-правильно оделась. Я расскажу дурацкую историю. Я говорю дурацкую, потому что вы вряд ли кто-то вообще оцените эту фишку. Но представьте себе, мама, которая говорит, «Боже, как ты могла вырядиться, как ты могла одеть зеленую юбку и розовую блузку». И дочка смотрит на маму и говорит, «Мам, это вообще тренд». А мама, которая выросла на трех сестрах у Антона Павловича Чехова, и там есть такой эпизод, когда три сестры приезжают из Москвы и обсуждают какую-то свою подругу провинциальную, и говорят, «Боже, представляешь, какой вообще муветон? Она на розовое платье одела зеленый пояс. Розовое с зеленым, боже, это невозможно сочетание». И мама, которая выросла на Чехове, пытается сегодня дочке рассказать, «Ну что, а ты неправильно оделась». Итак, мы взрослеем. Наши родители и наша мама, в частности, регрессируют. И нам хочется им рассказать, как правильно жить, и нам хочется объяснить ей, что мир не такой, как ей кажется. Но у нас по отношению к маме есть другая задача. И, понимаете, это не мамина задача, а наша с вами задача. Наша задача вырасти, то есть сепарироваться от мамы и уважать взрослого человека, уважать жизнь другого человека. Если вы остались в ребенке, то есть если вы хотите узнать, сепарировались вы или нет, это очень просто протипировать. Как-то у меня на Фейсбуке была такая картинка, она идеально подходила под тему отношения с мамой. Если вы думаете, что вы достигли нервания, позвоните своей маме. Так вот, если вы сепарировались от мамы, у мамы против вас не будет козырей. То есть, знаете, вот мама всю жизнь будет нажимать на ваши кнопки. У нее такая работа. То есть, знаете, ничего личного. Я как, ну, я сама мама уже. Ну, и теперь я понимаю, ну, как моя мама нажимала на мои кнопки. Что она делает? Ну, она нажимает, вы реагируете. Если вы реагируете, вы кто? Вы ребенок. Если она нажимает, а у вас там никого нету дома, ну, то есть реакции нету, вы взрослый. И тогда мама в этом месте, ну, так, понажимает еще пару раз, ну, для проверки, что там уже взрослый, и будет, и отстанет. Она будет нажимать только в том месте, где до сих пор вы ребенок. Зачем она это делает? Для родителей. Для того, чтобы вы перестали быть ребенком, потому что она, как мама, всегда находится в страхе. Все понимают, тут много женщин сидит, все мамы знают. Мы боимся за то, что наши дети не справятся с жизнью. У нас есть этот страх. И этот страх мы будем всегда исцелять, ну, через себя и через ребенка. То есть через себя это, ну, вылечивая, ну, себя и свои отношения, с мамой. А через ребенка мы будем нажимать на эти точки. И если у нас классный ребенок, то в какой-то момент он нас пошлет. И это значит, он экзамен прошел. Но не войной, понимаете? Ну, не громко, со скандалом, а так, ну, тихо, спокойно, потому что его эта тема больше не трогает. Например, там, «Поскольку ты пришел домой, я тут всю ночь волновалась!» Говорит, ну, он говорит, «Мама, я взрослый человек, я когда мне надо, туда прихожу». «А то, что у матери не может быть нервный приступ!» Он говорит, «Мама, если тебе будет в следующий раз, ну, нехорошо, напиши мне на вайпере». «Я тебе писала!» Нет, ну, то, что ты мне писала, это была истерика. Но если тебе будет реально плохо, я, ну, и я не смогу, ну, подъехать, но я позвоню врачу, и приедет врач. «И твоя мать умрет на руках у чужого человека!» «Мам, тебе не все равно в чьих руках умирать!» «Я кормила тебя своим молоком!» Ну, если у него будут, ну, находиться, ну, ответы, понимаете, еще раз, перепалка – это подросток, вы сдались – это ребенок, вы ее не успокоите. Только когда вы реально взрослый, только тогда ваша мама, ну, она реально успокоится. Поймите, ну, как-то на уровне головы у мамы все в порядке. Она понимает, ну, вот я как мама, понимаю, что вы взрослые. Но та часть моя, которая понимает, что вы взрослые, и та часть моя, которая называется мама, они друг с другом находятся в разных частях мозга. И моя взрослая часть, ну, никак, ну, не связана с моей мамской частью. Понятно? То есть, ну, я родители, я взрослые – это разные участки мозга. Моя мама внутри понимает, что, Юра, сколько тебе? 33. Что Юре 33. А моя, ну, мамская часть, ну, кормит, или Юра там бутербродики, я говорю, Юра, ешь скорее – остынет. Мы с ним говорим о деле, а моя мамская часть, ну, волнуется, что мы разговариваем, а детка, детка, понимаете, посмотрите, детка не кушает. Что я могу с этим делать? Я могу над этим только, ну, не знаю, сказать, ну, я тебя принимаю, ты такая моя женская часть. Мне надо, чтобы детеныш поел. Какой это детеныш? Это взрослый мужчина. Ну, да, я понимаю, вот, не знаю, какую-то частью, где я взрослая, я понимаю, что это взрослый мужчина. А моя мамская часть, ну, сыночка должна покушать. Вам тут всем хорошо? Да? Все сытенькие, доволенькие. Не больше трех лет у мамы, ну, максимум семь. То есть, максимально дети внутри вашей мамы – это семь лет. Поэтому ей надо знать, что вы выживете, что вы социализируетесь. Поэтому лучшее, что вы можете сделать для своей мамы – это стать взрослыми. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Это очень важно для меня. И подпишитесь на мой канал. Каждую неделю выходит 2-3 новых видео, и вы всегда можете быть в курсе всех новинок. И уверена, ваша жизнь будет меняться к лучшему.